Лидер поднимается, задает вопрос, он говорит, слушайте, а зачем нам нужны собственные центры? Зачем нам нужны собственные центры? Зачем нам нужно что-то исследовать, если сейчас можно купить формулу и так далее, и так далее? И, в принципе, ответить на этот вопрос от одной фразы, наверное, сложно. Именно за тем, что мы эксперты. И вы знаете, что у нас есть наша амбициозная цель, к которой мы идем, да, это стать компанией номер один в мире. И компанией номер один в мире не может быть компанией без научной базы. И я думаю, что вы со мной в этом плане согласитесь. То есть, когда мы говорим про экспертизу, когда мы говорим про высокое качество, когда мы говорим про достаточно сильный выраженный результат и эффект, мы опираемся именно на то, что у нас очень мощная и сильная научная база. Итак, зачем же нам нужны клинические исследования? Зачем нам нужны клинические тесты, потребительские тесты? Для чего нам это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы доказать эффективность продукции Арифлейм. Вот на самом деле. То есть, без клинических исследований, без понять того, что есть проблема, предположим, какая-то недостаток увлажненности, недостаток коллагена, образуются морщины и так далее. И как эту проблему устранить, мы не можем претендовать на экспертность. Потом наши центры исследовательские, они проводят сравнительный анализ аналогичных продуктов у конкурентов. Опять же, для чего? Для того, чтобы понять, в чем наша сила, скажем так, именно с точки зрения, в чем наш эффект будет выражаться, в чем мы сильнее. Дальше. Безусловно, мы перед тем, как продажить продукт потребителю, мы оцениваем качество, пластичность, текстуры, сколь она мягкая, как она будет удовлетворять качество, те, которые ждут потребители и так далее. И безусловно, мы смотрим и ищем инновации, разные новые какие-то инструменты, новые ингредиенты, новые технологии, новые схемы для того, чтобы создавать более инновационные и интересные продукты. Вот, собственно, для этого и нужны научно-исследовательские центры, для того, чтобы вот это все вместе потом выразить, знаете, в одной баночке. Дальше. Давайте мы продолжим, вот как раз перейдем плавно к клиническим исследованиям. Что у нас делается в наших институтах? Какие они бывают, клинические исследования у нас? Первое – это инструментальные исследования, то есть с помощью каких-то инструментов мы исследуем кожу до, предположим, использования продукта и после использования продукта. И с помощью этих исследований мы смотрим, какое есть изменение, какие есть, скажем так, или нет изменений, или есть изменения, что нужно добавить в продукт, чтобы были выражены изменения и так далее. Потом Настя на прошлый вебинаре вам уже рассказывала, да, про наш один из самых таких мощных аппаратов Визия, да, который делает картинку и потом ее рассматривает в 2D или 3D формате. Вот здесь вы видите на этом слайде, там, где картинка подписана 3D, это измеряется как бы толщина и глубина морщины, да, на лице, чтобы понять, что с ней потом делать и как она потом меняется. А там, где картинка 2D, вы видите часть, это кожа век, да, и здесь мы видим, что она очень хорошо, скажем так, она показывает текстуру, да, и это тоже показатель того, что делать потом с этим, скажем так, с этим участком, да. Дальше. Вот когда мы говорили об инструментальных исследованиях, да, мы говорили, что исследования с помощью какого-то инструмента. Вот увлажненность измеряет карниометр, так называемый. Увлажненность измеряется в, ну там, как бы, по определенному времени, как увлажнена кожа, предположим, через час после нанесения, через 2 часа, через несколько часов, да, по сравнению с кожей неувлажненной и так далее. И здесь мы видим очень интересные результаты, да, что потом делается, снимается картинка, сфотографируется кожа в большом увеличении, и мы смотрим, как это будет до, да, и как это будет после. То есть до кожи была, извиняюсь, не видны, как бы, борозды и морщинки, после она уже сглажена. То есть это показатель того, что кожа достаточно хорошо будет увлажнена. Следующее. Что у нас, кстати, один из самых сильных показателей качества продукции, потому что результат увлажненности кожи от использования крема появляется самый первый. Вот то, что женщина, когда пробует, предположим, крем на вэдж, она говорит, у меня кожа очень мягкая, я себя, и вот, ну, как бы, 2 дня или 3 дня она просто светится, это как раз идет максимальное увлажнение кожи. Поэтому первое, что у нас берет кожа от косметического средства, это она берет увлажняющие компоненты и дает быстрый выраженный эффект. Дальше. Что еще у нас исследуется? Безусловно, у нас исследуется такая проблема, как наличие пигмента. Это достаточно большой вопрос, потому что у нас появилось, ну, сейчас под влиянием, наверное, какой-то вот моды, да, или направления, что люди все хотят быть очень сильно загорелыми. Вот. И у меня к вам вот такой вопрос. Вы с этим встречались? Большое количество загорелых, молодых, скажем так, мужчин, женщин, девушек и так далее. У меня, коллеги, можно я немножко природить, потому что я вижу тут, еще раз, обозначьте плюсиками. Есть звук? Меня слышно? Угу. Отлично. Тогда продолжаем. И у нас есть такой момент, что у косметологов появилась определенного рода проблема, появился очень большой процент людей, у которых появляется пигментация уже в достаточно молодом возрасте под влиянием, как вы понимаете, ультрафиолета. И причем она появляется в разных форматах. Она может быть скрытая, которую может выявить только вот это, как бы, исследование, клинические исследования. Она может быть явная, когда мы видим пигментацию, да, уже на лице. Поэтому, ну, на самом деле это является такой достаточно выраженной проблемой. И поэтому, естественно, Арифлейм в этом плане смотрит для чего? Для того, чтобы составить такой продукт, который, ну, не столь уж прям будет, а там, только осветляющим, да. Но в то же время он будет решать и эту проблему, да, там, как бы, то есть он будет делать кожу более светлой, да, более, скажем так, чистой, более свежей. И поэтому, естественно, у нас идут такие исследования, на какой глубине, какая пигментация. Вот если вы посмотрите на этом слайде, фотографии женщины, и внизу идут такие вот, как бы, небольшие пятнышки в белых квадратках. То есть это как раз глубина залегания пигмента. Глубина залегания пигмента. То есть они на разной глубине, по-разному используются. Также у нас идут, безусловно, исследования, ну, как бы, клинические исследования проводятся относительно расширенных капилляров. То есть эффект красного лица, который, ну, части людей, скажем так, знаком, и они пытаются убрать этот эффект с помощью тонального крема обычно, да, то, в принципе, расширенные капилляры, близко расположенные капилляры, да, вот эти вот покраснения все, они у нас тоже исследуются, в какой, и исследуются их, исследуется, скажем так, результат от крема, да, эффект от крема до и после. Также, когда мы говорим о каком-то достаточно эффективном средстве. И также проводится, есть такое понятие, градация признака, то есть сколь он выражен. И вот здесь обычно, когда мы говорим вот об этом моменте, это как раз вариант такой, что здесь выраженность морщин. Вот мы смотрим, естественно, признак степи, когда мы говорим про градацию, да, это сколь выражена или не выражена морщинка. И вот давайте посмотрим, что у нас исследуется. Да, у нас исследуются межбровные морщины, как они выражены, да, сколь сильно они выражены, как они выражены в зависимости от использования средства. У нас исследуются морщины на лбу, как вы знаете, да, там как бы есть люди с так называемым говорящим, говорящим лбом, вот, и там тоже выражены морщины. У нас исследуется, сколь выражена так называемая отечность нижнего века, мешки под глазами, близкорасположенные капилляры. Для чего я говорю? Для того, чтобы, ну, для чего мы это показываем, да, для того, чтобы показать, что в одной баночке там, скажем так, не только эффективный крем, это труд и работа очень большого количества людей. И к этому приводят определенные действия и поиски этих людей, и исследования этих людей, да. Поэтому, когда для того, чтобы нам сказать, что это средство обладает вот таким-то качеством, заявленным, да, качеством, то нам нужно провести исследование, как в той или иной степени это средство влияет на качество. Дальше. У нас также исследуются очень интенсивно и носогубные складки, и как у нас стареет, скажем так, кожа, шеи, какие проявления у нас на коже, шеи. У нас исследуются и гусиные лапки и так далее. То есть мы смотрим, наши ученые смотрят, каким образом будет меняться этот признак в зависимости от, первое, с какой стадии начать ухаживать за кожей, это раз. И второе, как часто и как интенсивно ухаживать. То есть вы сами прекрасно понимаете, что если мы возьмем одно средство, даже если оно будет суперэффективное, если мы помажем им нашу одну морщинку, то эффекта никакого не будет, вы понимаете. А если мы будем ухаживать комплексно, вот тогда будет эффект. Потому что средства разработанные, то есть не только, это целый комплекс и для кожи век, и для кожи лица, и включает. Я сейчас говорю именно про наборы на выреж, потому что к ним по большей части вот эти клинические исследования относятся и гораздо более интенсивно. Ну, когда мы с коллегами смотрели эту презентацию, да, часть этой презентации, знаете, что сказали наши коллеги тоже из отдела Порошенского, говорят, мы чувствуем гордость. Вот реально, мы чувствуем гордость. Почему? Ну, потому что, когда ты, предположим, работаешь в каком-то филиале, да, там, ты работаешь в Воронеже, в Краснодаре, в Казани, в Одессе, в Харькове, там, в Алма-Ате, где угодно ты работаешь, тебе кажется, что, в принципе, ну, вот, собственно, там и есть рефлэнк. Ну, согласитесь со мной, да, но когда мы, кто из вас был на, кто из присутствующих на нашем вебинаре был в Научно-исследовательском центре? Ну, есть такие, если есть, просто плюсики, отлично. Вот у меня к вам вопрос, дорогие лидеры. Скажите, пожалуйста, у вас было внутреннее ощущение такого, что, ох, вот ничего себе, вот такое вот прям внутреннее ощущение, да. Вот, ну, как бы ничего себе, это как, вот, ну, оказывается, это вот так, да, то есть, действительно, оказывается, это вот так. То есть, это гордость именно потому, что вы видите тех людей, вы видите, насколько это все серьезно, да, насколько грамотно подходят к этому наши ученые для того, чтобы, опять же, предложить, там, предположим, баночку с кремом или уход. И все это обосновано, то есть, все, скажем так, предложения, которые предлагают наши центры, да, будь это комплексный уход или новые технологии в уходе и так далее, это все обосновано, да, это все обосновано. Поэтому, когда мы говорим, что идет очень, что у нас большая научная база, это действительно большая научная база. И когда стадия именно, да, вот клинических исследований закончена, и есть вариант какого-то предложения, какого-то продукта, то здесь наш продукт уже переходит в, скажем так, в раздел клинические тестирования. Вот, скажите, пожалуйста, вы когда видите вот это в каталогах или где-то слышите, что какой-то признак объясняет под, скажем так, согласно клиническим тестам, вот что у вас в голове представляется? Ну, наверняка что-то где-то как-то очень неконкретно тестируется. А теперь давайте посмотрим к понятию, что это действительно очень интересный вопрос. Клинические тестирования – это изменение различных параметров кожи под, до и после или под воздействием косметического средства. Давайте посмотрим. Они от самых простых до самых сложных. И теперь вы видите, что клинические тестирования проводятся, самое простое клиническое тестирование – это измерить увлажнение. Вот это измерить увлажнение. Оно проводится всего лишь навсего один день. Меньше двух недель это проводится как СПФ, то есть уровень СПФ, как он защищает кожу от воздействия ультрафиолета. В меньше двух недель проявляется реакция, сколько быстро идет саловыделение, как, предположим, воспалительный элемент какой-то гнонячковый реагирует на… как быстро сходит воспаление, что у нас делается с порами и так далее. Вот это около двух недель. Точно две недели – это функция защиты кожи. То есть, как вы знаете, наверняка от ваших тренеров по продукции, от ваших экспертов в странах, в регионах, что у нас на коже есть защитный слой. И при неправильном уходе, при неправильной защите, получается, что он исчезает, к сожалению. И как только он исчезает, мы чувствуем истянутость, и покраснение, и шелушение, и раздражение и так далее. То есть, вот около две недели – это как средство, которое мы предлагаем потребителю, восстанавливает функцию защиты кожи. Да, ее быстро не восстановить. Но и чтобы понять, как оно быстро или хорошо восстанавливается, на это нужно две недели. И больше двух недель, дорогие лидеры, это как раз самые востребованные сейчас в мире и нами проблемы. Это эластичность кожи, это лифтинг, это как оплывает лицо, или как кожа реагирует быстрым восстановлением овала лица. Это эластичность, это наличие коллагена, эластина, как они быстро восстанавливаются под воздействием косметического средства. Как восстанавливается эластичность кожи под воздействием косметического средства и так далее. То есть, клинические тестирования – это очень важная часть работы для продукта. И, как вы понимаете, это тоже занимает определенное количество времени. Дальше я бы хотела показать вот такой момент, где вы можете их увидеть. То есть, когда вы будете листать каталог и увидите вот эти цифры, 33% по результатам клинических тестов, 70% по результатам клинических тестов, вы теперь будете понимать, вот прям у вас перед глазами встанет эта презентация, вы просто представите, сколь действительно это занимает время, и сколь действительно это верно. Потому что это не просто позвали там одного человека, поводили каким-то непонятным механизмом, инструментом, и сказали 33% – нет. Это действительно 33%, на треть примерно сокращаются у нас морщины, после использования серии «Экологен». Это практически на 70% упругость, повышается упругость кожи за 12 недель, опять же, по результатам клинических тестов. И то, и другое использовала, то есть здесь идет тестирование и на морщины, и на эластичность, и на увлажненность, и на защитный слой. То есть на все, что мы перечислили. То есть это действительно комплексные тесты, тесты, которые потом, скажем так, которые потом мы можем проявить потребителю. То есть вот давайте мы с вами представим, что вы руководитель косметической компании, и, ну, собственно, у вас и так можно сказать, что свой косметический бизнес, да, у каждого из присутствующих здесь. А теперь давайте представим, что вы придумали новый продукт. Да, вы придумали новый, качественный, хороший продукт. Как об этом продукте, то есть вы понимаете, что он хороший, вы понимаете, что он качественный. Как об этом продукте рассказать потребителю? Вот как вы думаете? Вот у вас есть какие-то варианты? Как бы вы рассказали об этом продукте потребителю? выгоду показать, как доказать эффект, что он даст, а как показать, что он даст. Вы совершенно правильно показываете, как реклама показать свой пример тоже вариант согласно на своем опыте согласно свои ощущения только теперь представьте что представьте дорогие друзья что у вас их миллион потребителей миллион или даже больше как вы на своем примере миллиону покажете и расскажете интернет телевидение согласно согласно вот то есть интернет интернет сессии по ход за лицом да согласно фото могут не поверить я почему сейчас к вам обращаюсь потому что когда мы с вами посчитать сколько будет стоить в день использование серии все вы пишете правильно только еще раз возвращаю вас к тому моменту что у вас их нет даже не тысячи человек то есть потребительский рынок очень большой и вот здесь нам до каждого потребителя нам с вами да как партнером в косметическому бизнесе нужно донести да что этот продукт действительно дает такой действительно такой уход и вы сейчас вот просто два пути показали мне нам в этом чате первый путь это использование сессии по уходу за лицом как инструмент и вы совершенно правы да вот там это вам прям будет явно он попробует нюхает посмотрит да там и будет понимать что действительно эффект есть даже после первого применения и второй момент это телевидение интернет и там каталог что мы там будем показывать с вами да мы все равно будем говорить мы не можем сказать что этот крем убирает морщины потому что есть очень много кремов которые тоже убирают морщины мы как раз здесь и нужны эти исследования то есть у нас это все официально доказано что на треть убирает морщины да на 70 процентов более упруга кожа за 12 недель вот эта информация пойдет она запоминается во-первых легко а во-вторых она нас отличает нашими исследованиями от других продуктов косметических которые представлены предположим в этой же ниши на рынке совершенно верно клинически доказанные результаты почему мы сейчас смотрим на на вэдж и на этот бренд потому что это квинтэссенция в принципе всего того что у нас есть в компании с точки зрения доказанности да то есть вот бренд на выживаешь именно ultimate лифт на который мы проводим наши сессии по уходу за лицом здесь на одном скажем так на одном наборе можно рассказать все здесь экспертиза здесь инновации здесь клинически доказанные клинически доказанные результаты эффективность да здесь все в принципе именно мы именно поэтому мы проводим наши сессии рекомендуем проводить наши сессии на серии ultimate лифт да на бренде на вэдж потому что этот бренд инноваций у нас сейчас и такого как на вэдж раньше никогда не было то есть вот это какое-то новое поколение совершенно продуктов продукции да которые столь научно обоснованно столь эффективно доказано да и так понятно нашим потребителям поэтому когда мы говорим про скажем так про наши бренды да то на вэдж это как раз такой достаточно интенсивный выраженный выраженный результат что касаемо биоклиник елена задала вопрос да а биоклиник относится в принципе к другому направлению относился это косметическое направление там в принципе другой подход к использованию к исследованию и так далее там решение какой-то одной проблемы здесь это комплексный уход постоянный это разные совершенно вещи да чтобы мы их не путали а дальше что такое потребительское тестирование да потребительское тестирование это как раз когда мы говорим про волонтерство когда мы говорим что это ну скажем так как они проводят для чего это проводится все да что вот мы видим по результатам потребительского тестирования предположим идет очень там смягчение кожи да то есть что делают у нас потребители они оценивают текстуру средства да какая она предположим по аромату эта текстура сколь она комфортно как она ну как бы быстро наносится быстро впитывается оставляет ли предположим какие-то следы да там или не оставляет как потребитель воспринимает новый продукт предположим да сколь он комфортен для него потому что можно создать очень хороший и как бы инновационный какой-нибудь там продукт и туда много-много всего ввести но средство не будет просто впитываться вот и поэтому потребительское тестирование оно необходимо необходимо для чего для того чтобы понять как реагирует потребитель и на текстуру и виден ли эффект потребителю да и так далее оценка заявленного эффекта это самое необходимое и здесь интересно что и клинические тесты предположим пройдены и доказан эффект инструментально а потом уже и потребители сказали что да окей эффект доказан я вижу эффект да он выражен но потребительские тестирования у нас проходит не только в скажем так бренде новейдж они проходят везде где мы говорим о каком-то заявленном эффекте предположим мы говорим о том что дает ну разделяет тушь удлиняет завивает разделяет да там и так далее по результатам потребительского тестирования по сравнению с ненакрашенными ресницами то есть если этот потребитель видит да что она накрасила предположим ресницы и действительно они у нее и разделяются и удлиняются и так далее все значит продукт пошел тестирование хорошо то же самое предположим у нас средства по уходу за волосами наша серия hair is да экспертная серия и как вы знаете прям бренд даже такое там очень много скажем так направление и для окрашенных волос и восстановления и антивозрастные серии есть и предположим для вот шампунь баланс там и так далее и так далее то есть это здесь мы тоже мы говорили что да там вот заявляем что будет при использовании этого средства меньше жирности да 91 процент подтвердили да стопроцентное тестирование стопроцентный вариант эффекта у потребителей вряд ли возможен я думаю что вы ну со мной согласитесь в этом плане даже вот 332 человека которые сейчас присутствуют и слышат меня на этом вебинаре они могут сказать очень разные свои потребительские отзывы относительно одного и того же продукта наше уникальное средство наше уникальное смягчающее средство тендерке вот я могу сказать да оно ну тоже дает определенную часть потребительских тестов мне не нравится да вот почему-то вот ну почему-то вот человек потребитель не очень а средство продается ну оно самый продаваемый продукт дальше что мы относительно возврата там был вопрос относительно возврата биоклиника биоклиник возвращаться не будет косметическое направление на этом собственно не ну оно у нас компания оно развиваться не будет вот почему потому что косметическое направление это слияние двух таких моментов как бы это объяснить то есть это и фармакология и уход да косметических сеющих в нашем ассортименте нет лечение нет у нас есть хороший качественный уход и воздействие на основные моменты решения каких-то вопросов это хороший качественный домашний уход вот поэтому почему решили снять биоклиник я могу сказать что ну решили не то что снять а как бы отойти от этого потому что он сам не он не понятен потребителю вот он его потребитель не понял то есть что касаемо если мы говорим по популярности и по продажам вот продажи не этого этой серии не оправдали скажем так себя да и поэтому решили что ну наш потребитель не готов к этому направлению вот поэтому вот так дальше все уходим мы значит с потребительских тестов и хотелось бы остановиться еще вот на чем опять вернуться бренду новейш почему мы опять опять и опять и опять к нему обращаемся бренд новейш тоже качественный продукт потому что это новый новый инструмент работает во первых да и действительно повторюсь уже да на примере этого бренда можно рассказать о компании все можно показать экспертизу компании можно показать и клинический если большой научный потенциал потенциал и инновации и так далее то есть и здесь они прошли и потребительские тесты то есть продукция бренда нович и потребительские тесты и клинические тесты то есть это всестороннее исследование этого продукта говорит о том что ну он очень высококачественные и как вы сами понимаете что оценка идет скажем так оценка идет на всех фронтах и с точки зрения инструментального исследования и с точки зрения с чего и с точки зрения потребительских тестов и так на вопрос в чате раньше говорили что надо давать смену компонентов привыкания происходит здесь идет не разговаривание о привыкании а выраженном эффекте поэтому когда мы говорим 12 недель мы говорим о том что именно 12 недель проводилось исследование вкупе с дневным ночным кремом и сывороткой и именно за это время был дан результат 70 процентов то есть если мы хотим скажем так результат такой который заявляет компания то нам нужно использовать эту серию предположим там экологин 3 месяца потом да можно поменять предположим на ultimate лифт или можно поменять на true perfection да потому что все равно за такого количества времени в коже происходит перемена которая позволяет сохранять этот эффект вот сохранять эффект для того чтобы ну лучше поменять на какую-нибудь другую то есть по возрасту скажем так так мы переходим вот почему да там как бы почему мы говорим сейчас о опять же возвращаемся к сегментам в контексте клинических исследований потому что нам самим как опять же людям у которых свой косметический бизнес да нужно понимать почему мы делаем акцент на 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 природный уход у нас 4 сегмента у нас есть природный уход интенсивный есть базовый и основной уход да и вот здесь как бы мы обращаемся к тому что более быстрый выраженный эффект будет естественно при использовании наборов да это серия эко-бьюти в частности природные и серия навэйдж и мы в наших в нашей коммуникации с нашими консультантами да и клиентами мы говорим именно про него потому что это серия которая требует вот серия которая требует вот того автоматического знания да и так вот рассказать и про клинические исследования да и про эффективность про то что это действительно очень качественный хороший продукт бренд love nature предположим он не не требует такого интенсивного объяснения и такой экспертности оптималов там тоже достаточно все просто он не требует экспертности а вот здесь нужны ваши знания нужна ваша лидерская харизма умение убеждать и так далее и так далее и опять же навэйдж у нас сейчас представлен тремя сериями да и достаточно интересная и просто сделана инфографика для того чтобы самим запомнить да и другим рассказать потому что главное в нашем с вами бизнесе это в любом случае грамотная и правильная грамотная и правильная коммуникация да то есть чтобы мы сами поняли для чего это нужно попробовали и потом еще рассказали рассказали другим да он действительно великолепный и здесь сессия по ходу за лицом это один из скажем так самых успешных и самых оптимальных вариантов для предложения этого набора вот такого интенсивного и такого научного и так далее и вы все получили я надеюсь я уточню уверена что у вас у всех на руках есть книга красоты ну покажите плюсиками у кого она есть ну коллеги надо брать я вам могу сказать очень жаль книга красоты это сейчас инструмент для скажем как раз привлечения людей в рефлейм да для того чтобы ну и там как раз бренд представлен как один из да интереснейших таких моментов и представлен он как раз очень и с клиническими тестами и с потребительскими тестами и с советами экспертов и с объяснениями и с интересными статьями и так далее поэтому вот этот бренд в этой книге равно как и wellness и в принципе как образ красота как образ жизни да вот там одна из самых интереснейших информации поэтому но что мне хочется сказать не хочется вас тоже в принципе вебинар такой был научный научный вот и я надеюсь что все таки мы смогли донести эту информацию до ну как бы до вас именно с точки зрения сколь все действительно научно доказано эффективно и интересно и ну просто об этом нужно просто об этом нужно говорить и рассказывать именно в таком ключе я надеюсь теперь что вам будет после этого вебинара проще немножко отвечу на на вопрос да запись вебинара будет я хочу сказать про парабены они действительно содержатся вся наша продукция она сделана по скажем так канонам да безопасности европейского союза и поэтому парабены являются одним из самых универсальных консервантов в продукте да и они содержатся в той минимальной дозе которая совершенно интактно кожей на коже никакого действия не оказывает и если кто-то из ваших клиентов предположим вдруг будет сомневаться наши лидеры сделали очень интересный вариант они пошли купили крем люксовые косметики вот и там ну как бы тоже есть да и как они всем это показывают поэтому поэтому вот ну что хочется немножко прононсировать следующий вебинар да это будет очень интересное исследование на тему успех или почему выбирают wellness pack именно с точки зрения почему нужен wellness pack необходим нам с вами для того чтобы быть успешными по жизни вебинар будет спикером будет Анастасия Фурка состоится он 9 ноября в 11 часов по москве все ссылка и вся дополнительная информация она будет в дальнейшем представлена разослана и спрашивайте вот информацию об наших вебинарах в отдел продаж ваших основ вам большое спасибо за присутствие было очень интересно с вами пообщаться и мы вас ждем мы вас ждем на наших вебинарах следующих приходите сами приводите своих консультантов друзья думаю что вам будет интересно поэтому вас ждем ваши эксперты света и настя до свидания до свидания до свидания